Департамент здравоохранения округа предлагает югорчанам выбрать имя для новой плав-поликлиники. Об этом в своем телеграм-канале написал директор ведомства Алексей Добровольский. Среди вариантов имена великих российских медиков. Например, Николая Склифосовского, Сергея Боткина, Ивана Павлова. Отдать свой голос можно будет до 3 октября. Включительно торжественная закладка киля нового теплохода с оборудованием для оказания помощи жителям отдаленных поселений округа состоится 5 октября в Коломне. Первая плав-поликлиника Николай Пирогов, к слову, выполняет эти функции уже 30 лет. Ежегодно специалисты проходят на судне более 2000 километров по рекам региона, охватывая почти 50 труднодоступных населенных пунктов. Этим летом медики пришвартовывались и к берегам Сургутского района. Попасть к узкопрофильным специалистам смогли жители Лямина и Ситомина. Уделяют внимание обновлению и стационарных медицинских учреждений в Барсово. На уходящей неделе прошла общественная приемка поликлиники. Капитальный ремонт там проводили два года. Как преобразилось учреждение и где барсовщане получали медицинскую помощь, пока обновляли объект, знает Валерия Кудрявцева. Так барсовская поликлиника выглядела в апреле 2021-го. Здание 80-х годов постройки уже не отвечало современным требованиям. Где-то подтекало, где-то дуло. Но самым страшным последствием долгой эксплуатации медучреждения стала отслоившаяся стена фасада. Сперва в поликлинике боролись с бедой, закрывая часть кабинетов и переводя специалистов оказывать помощь населению в соседние поселения. Однако в какой-то момент стало понятно – тянуть уже некуда. Войдя в положение, департамент здравоохранения округа сдвинул сроки капитального ремонта. И вместо планового старта в 2024-м работы начали два года назад. Несмотря на то, что здание полностью закрыли, работать врачи в поселении не прекращали. На время капитального ремонта мы располагались в районном центре социального обслуживания населения. И наши коллеги Черкашина и Елена Леонидовна нас приютили. Мы два года работали в приспособленных условиях. Но, тем не менее, в тесноте, да не об обиде, медицинская помощь населению поселка оказывалась. Так Барсовская поликлиника выглядит сегодня. За два года объект преобразился не только визуально. Третий этаж, где раньше находилось отделение перинатального центра, отдали для палат стационара, кабинетов узких специалистов и актового зала. Таким образом, рабочая площадь медучреждения увеличилась на 450 квадратных метров. Это и современная палата дневного стационара, это и кабинеты узких специалистов. В частности, закуплено новое оборудование и полностью оснащен необходимым медицинским оборудованием, медицинской мебели, кабинетов тальмолога. Есть кабинеты приема узких специалистов, которые будут вести здесь прием по графику. Это врач-инфекционист, врач-ортопед-травматолог, врач-эндокринолог, врач-дерматолог, врач-уролог, врач-хирург, врач-отолеринголог. То есть сегодня спектр предоставляемых медицинских услуг населению поселка Барсово существенно увеличился. На входе в поликлинику установили устройство, которое рассчитывает температура посетителей. Рядом с регистратурой поставили аппарат для электронной записи на прием. Общая стоимость всех работ около 140 миллионов рублей. Конечно, очень радует, что и офтальмологическая помощь, эндоскопическая помощь, все эти виды медицинских услуг не только оснащены новым современным оборудованием, но и есть узкие специалисты. И, конечно, мы искренне довольны этому обстоятельству. Качество жизни наших жителей напрямую зависит и от состояния здоровья, и от возможности поддержать это здоровье и получить вовремя качественную медицинскую помощь. Позаботились в поликлинике и о маломобильных пациентах. У крыльца для них оборудована кнопка вызова персонала, внутри создана безбарьерная среда. Ну, как в сказке. Такая красота, и все предусмотрено, и доступная среда здесь вообще на отлично. Потому что везде в кабинет заезжаешь, двери широкие, коляска проходит хорошо, и туалет даже сделан, и массажные кресла. И специалисты новые появились, которых не было у нас в Барсово. Это самое главное. Что-то нам не надо ездить в район, или в Солнечный, или на Белый Яр, а уже все будем проходить здесь у нас, в поселке. И дневной стационар хороший. Вообще не ожидалось, что у нас будет так в апреле. Стоило дожить было до этого времена, чтобы увидеть эту красоту. Под приятным впечатлением во время общественной приемки остались и те, у кого есть дети. Екатерина Закирова – мама трех ребят. По словам женщины, теперь поликлиника отвечает всем запросам тех, кто приходит на прием с малышом. От парковки для колясок до игровой комнаты. Конечно, это комната матери ребенка. Элементарно где-то переодеть, когда ты долго ждешь. Или покормить, если это на грудном вскармливании. Это просто спасение. Потому что на моей памяти здесь раньше до ремонта было всего два пеленальных столика. То есть один на одном этаже, другой на другом этаже. И это, конечно, абсолютно не решает проблему. А если это сезон, как осень-зима, то, в принципе, постоянно ребенка нужно переодеть в верхнюю одежду, раздеть и так далее. То есть, ну, всегда эти столики заняты, так скажем. А целая комната для того, чтобы можно было своему ребенку уделить время. В том числе, там сейчас есть и игровые зоны. То есть даже для подрастающих деток это очень удобно. Барсовская поликлиника – не единственное в Сургутском районе обновленное медицинское учреждение в этом году. На завершающей стадии находится строительство амбулаторий в Локосово. Старое здание там служит уже больше полувека. Вместо того, чтобы пытаться его отремонтировать, было решено построить новое. Там старая амбулатория, 70-го года постройки. Поэтому там тоже этот объект очень ожидаемый. Степень готовности Локосовской амбулатории у нас высокая. Мы ожидаем окончания строительства уже в сентябре месяце. Следом будет приемка строительная. После строительной приемки амбулаторию в Локосово ждет лицензирование, так как объект новый. Процедура, по словам специалиста профильного ведомства администрации Сургутского района, займет месяц. После этого медучреждение откроет свои двери для пациентов. Валерия Кудрявцева, Сергей Коликов. Специально для программы «Новости главное» Барсова.